В прогрессе прогресс виден сразу. Есть школа, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, библиотека и дом культуры. В последние годы число жителей этого из соседних сел выросло, что привело к закономерной проблеме. Не хватает мест в учебных классах. Школу номер 57, рассчитанную на 260 учеников, фактически посещает 340. Учатся в две смены, а из-за отсутствия собственного спортзала на уроки физкультуры ходят в соседний дом культуры. Решить обе проблемы – расширение школы и организации спортзала – можно с помощью пристройки. Площадь земельного участка позволяет реализовать такой проект. Мы бы очень хотели, конечно, пристройку, чтобы она была полноценной, чтобы там было хотя бы 6 кабинетов, 7 спортивного зала. Нужно оценить территорию, что сюда подходит и типовые проекты, которые есть на сегодняшний день. Может быть, получится на первом этаже сделать спортивный зал, а на втором уже учебный класс или наоборот. Дом культуры села Прогресс – это центр притяжения местных жителей. Ежегодно здесь проходят более 180 мероприятий, в том числе сельские сходы и праздники. В 2016 году здесь были отремонтированы помещения и фасад. Сегодня требуется привести в порядок протекающую кровлю. Алексей Копайгородский пообещал сотрудникам клуба, что ремонт будет выполнен в ближайшее время, и дети смогут заниматься в кружках в комфортных условиях. В завершении знакомства с селом Прогресс глава города посетил ферму «Экзарха». Она признана лучшим объектом показа на премии «Золотой прометей-2019». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова